Пару более бюджетных вариантов. И это был пункт номер один, почему мы выбрали именно штат Небраска. Это дом 1920 года постройки. Тоже дом у столетский. Но, на мой взгляд, вполне уютный. Скажу, наверное, пару домов, которые являются нашими фаворитами. Или белая кухня, как я хотела. Светлый, просторный. Возвращение, что здесь еще не учтен property text. Просто классно. Я влюблена именно в это окно, как живут миллионеры в Небраска. Дом рассчитан на 24 машины. Стоящий городок внутри этого дома. Вот именно к жизни такого уровня я не стремлюсь. Ребят, всем привет. Хочу записать сегодня видео, поделиться с вами. Рассказать о новом штате, в который мы переезжаем. У нас сегодня 22 февраля. Муж у меня уже находится в Небраска. Будет смотреть сегодня 16 домов. Я вам покажу некоторые из них чуть позже. Но сейчас я еще пока не установила настройки. Мне кажется, будет разумно показать вам пару более бюджетных вариантов. Возможно, вы также рассматриваете для себя возможность переезда в другие штаты. И просто в качестве информации хотелось бы вам показать и штат Небраска, Амаха. Как вы видите, этот дом 185 тысяч долларов. Три комнаты, полторы ванных и 1800 скверфит. Но дом идет 1911 года постройки. И немаловажный факт для нас, школы. Школы именно в этом районе с очень низким рейтингом. Я напомню, мужу предлагали 4 штата на выбор. И мы выбрали, кстати, штат Небраска. Именно основываясь на том моменте, что в штате Небраска, вообще-то в том районе, где мы должны смотреть свой дом, все школы были с очень хорошим рейтингом. И это был пункт номер один, почему мы выбрали именно штат Небраска. И второй момент был, что там было очень много домов новой постройки. Был большой выбор относительно других штатов. Собственно, это тоже та немаловажная причина, по которой мы выбрали штат Небраска. На наш взгляд, это такой семейный штат, очень спокойный. И там очень много застраивается сейчас домов. И у нас был выбор больше. Напомню, муж сейчас будет смотреть уже 16 домов на выбор. А в других штатах было на выбор всего лишь 2-3 дома. Поэтому, собственно, мы выбрали штат Небраска. Вот, собственно, вы видите этот дом за 185 тысяч. В месяц нужно оплачивать порядка тысячи долларов. И мне кажется, что все же за такой дом это дороговато. Но это такое личное мое мнение. Вот 989 долларов и таксы, вы видите, 200 долларов всего. На мой взгляд, конечно, дом, которому более 100 лет, в принципе, он выглядит довольно неплохо. Но мы предпочитаем дома поновее. Хотя у каждого свой вкус и свои интересы и цели. Вот как выглядит дом на улице. И задний двор тоже небольшой. Ну, в принципе, интересный дом за 185 тысяч долларов. Ну, давайте, наверное, мы посмотрим еще другие варианты. Ну, давайте, наверное, с вами посмотрим вот еще один бюджетный вариант. Учитывая, что мы ищем все-таки дома на 5 с плюсом комнат. Вот этот дом 1920 года постройки. Тоже дому 100 лет, 102 года. Его цена, вы видели, да, 275 тысяч долларов. В месяц нужно выплачивать 1400. И школы, опять-таки, тоже с очень низким рейтингом. Конечно, очень многое зависит от района, где находится дом. Но давайте посмотрим с вами внутри. Мы тоже видим, да, что дом, которому 100 лет, выглядит вполне неплохо внутри. Видно, что после хорошего ремонта, возможно, совсем свежего ремонта, мне так кажется. И вот на картинке, как дом выглядит внутри, в принципе, мне он нравится. Очень светло, чисто, аккуратно, красиво. Но, конечно, вот именно осознание того факта, что дому 100 лет и опасность того, что может быть внутри за стенами, вновь, повторюсь, нас бы остановило от покупки такого дома. Но все равно очень интересно посмотреть, как выглядит дом, которому уже 100 лет. И давайте, наверное, уже посмотрим немножечко вариант другой, также более бюджетный. Вот 300 тысяч дом. Давайте посмотрим теперь, сколько. Три комнаты, дом меньше, две с половиной ванных комнаты, 1600 скверфит и дом 2014 года постройки. На мой взгляд, лучше дом приобрести меньше, но более новый. Вот, кстати, дизайн дома тоже, мне кажется, вполне интересно. Дом, возможно, и маленький, но, на мой взгляд, вполне уютный. Я, конечно, предпочитаю более светлые тона кухни, но именно этот вариант, мне кажется, очень хорошее сочетание подобрано. И я считаю, что именно за такую сумму вполне достойный дом. Вот на три спальных комнаты плюс зала. Мне кажется, дом очень достойный для рассмотрения. Гараж на две машины. Давайте посмотрим теперь с вами комнаты. Вот спальные комнаты. Это, судя по всему, мастер-бедрум. Душевая кабина. Ванны нет. Мы, кстати, из трех наших домов. У нас лишь в одном доме была ванна. А так везде были душевые кабины. И вы видите, в месяц 1725 долларов. Из них 424 доллара идут на Property Tax. Сейчас хочу напомнить, что все же есть очень многие, кто вынужден снимать дом, у кого не получается еще пока взять дом в кредит, выплачивать свой дом. И они выплачивают примерно такую же сумму за кредит. И вы видите, что школы здесь уже с более высоким рейтингом. Сейчас я изменю настройки и покажу вам несколько домов, которые Чен будет смотреть сегодня. Дома очень многие похожи, однотипные. Есть дома просто близнецы. И в нашем районе, где мы живем сейчас, на данный момент, в нашем неймбрхуде вы не встретите два одинаковых дома полностью. А все же в штате Небраска дома именно в этом районе новые дома, новые застройки. И они просто как под копирку. Возможно, это минус, но будем с этим как-то мириться. Итак, давайте изменяю сейчас настройки. Сейчас я установлю количество комнат в радиусе, в котором мы ищем от работы мужа. Мы рассматриваем в радиусе 25 миль. Мы будем смотреть на возраст дома. Мы предпочитаем дома максимум 15-20 лет. Так, и следующий шаг нам нужно убрать с показа уже все дома, на которые на данный момент оформляется сделка. Так, убираем. Итак, ребят, готово. Сейчас я вам покажу, наверное, пару домов, которые являются нашими фаворитами. Напомню, что многие дома очень похожи. И по этой причине, да, я вам их все показывать не буду. Вот, наверное, один из домов, который нравится лично мне больше всего. Его цена 600 тысяч, 6 комнат, 3 ванных комнаты и гараж рассчитан на 4 машины. Напомню, что у нас на двоих с мужем 5 детей. По этой причине мы выбираем дом больше. Нам нужно минимум 5 комнат. Вот такого плана дом это полностью в моем стиле. Белая кухня, как я хотела. Светлый, просторный. Хочу обратить ваше внимание, что это все же является дом-модель. Застройщик выполняет, строит модель дома. Полностью его обставляет мебелью для того, чтобы люди, которые выбирают дом, могли прийти и посмотреть, как дом будет выглядеть уже в готовом варианте. Конкретно этот дом, фотографии, которые вы сейчас видите, это не является нашим домом. Но фотографии, где вы видите без мебели, это как раз уже дополнение того дома, который продается на данный момент. То есть именно тот дом, который будет сегодня смотреть чат. Дом-модель, он потом со временем продается. Возможно, через пару лет его также выставляют на продажу. Единственный момент, даже не подскажу, с мебелью или без. Мы дома-модели еще не покупали. Собственно, вот так выглядит этот дом. Три комнаты на верхнем этаже, три комнаты на нижнем этаже. Просторная игровая на нижнем этаже. Также есть маленькая небольшая кухня внизу. И, соответственно, кухня на первом этаже. Для маленьких детей в доме большое пространство, где они могут играть, прыгать. Собственно, вот этот дом является одним из наших фаворитов. Теперь я вам хочу показать, что же у нас по оплате. Какой у нас будет ежемесячный платеж. Здесь, вы видите, он указан 2684. Это с расчета с базового. И, как вы видите, я хочу обратить ваше особое внимание, что здесь еще не учтен property tax. Всего лишь 96 долларов. Когда уже оформится сделка на этот дом, так как дом еще не сдан, не продан, сумма эта увеличится порядка 1000 долларов. Нам нужно будет оплачивать больше, так как property tax будет порядка 1000 долларов. Возможно, больше. Но, вы видите, здесь у нас школы идут с хорошим рейтингом. И для нас это является важным преимуществом. Так, это уже другой дом. Этот дом у нас уже идет на 5 комнат. И гараж рассчитан на 3 машины. Но по размерам дом примерно такой же, как и прошлый дом. Немного он будет отличаться. Но вот сейчас мы будем смотреть с вами дом внутри. Вы увидите, что отличия несущественные. И посмотрим с вами также и первоначальный взнос, и сколько нужно платить ежемесячно за такой дом. Напомню, что все же в Небраско дома новые на порядок дешевле, чем дома, которые мы смотрели в Калифорнии. По этой причине мы отказались от домов в Калифорнии, так как там довольно-таки старенькие дома стоят на порядок в разы дороже, чем дома новой постройки в Небраско. А так как у нас, собственно, семья, нам нужно просто хорошее, тихое, уютное место, где мы можем расти детей, чтобы дети хорошие школы могли посещать. Собственно, да, нам Небраско показался хорошим, отличным вариантом. Итак, давайте мы теперь с вами рассмотрим поближе дом, как выглядит. Это ванна. Вот есть комнаты тоже, просторные окна красивые, все также в светлых тонах. То есть, опять-таки, да, наш стиль. Наверное, та причина, по которой мы любим новые дома, так как не нужно ничего перекрашивать. Нам подходит стиль и дизайн этих домов. Мы не любим яркие, кричащие тона с мужем. Тоже вот мне этот дом очень нравится. И, конечно, я надеюсь, что на один из тех домов, минимум на один из тех домов, которые нам понравились, не будут осуществляться сделки. Но пока у меня нет еще возможности связаться с мужем. Еще пока не знаю, как проходит просмотр домов, как обстоят дела с теми домами, которые нам нравятся. Просто пока нахожусь в ожидании. Итак, что у нас теперь? Давайте мы с вами обратим внимание на месячный платеж. Также вы видите 2,674. И также видите, что это еще без учета таксов, так как здесь указано лишь 78 долларов. Напомню, это будет где-то в районе 1000. Цена поднимется. Школы здесь также хорошие. И вот еще один из домов, который является нашим фаворитом. Чеду очень понравился и мне. И сейчас я вам его покажу также поближе. Итак, дом 725 тысяч долларов. На 5 комнат. Гараж рассчитан на 3 машины. Сейчас покажу вам внутри. Дом выглядит волшебно. Дом-дворец, как мне кажется. Вот большие просторные окна, потолки. Дом выглядит очень просто классно. Я влюблена вот именно в это окно, в гостиной. Все в таких невероятно красивых тонах сделано. Невероятно все стильно, красиво, мне очень нравится. И, наверное, на данный момент все же именно этот дом в 725 тысяч долларов является нашим фаворитом. Нам банк одобрил покупку дома на 750 тысяч долларов. Но мы не хотели бы идти по верхней линии нашего бюджета. Мы, конечно, хотим преимущественно остаться где-то в ценовой политике дома 600 тысяч. Но этот дом мы все же рассматриваем, так как он нам просто очень сильно понравился. И, возможно, это будет один из вариантов. В общем, в списке он имеется. И Чет его будет сегодня также смотреть. Очень интересно узнать и ваше мнение. Какой же из домов, которые я показывала, покажется вам более интересным. И будет соответствовать запрашиваемой цене и результату. Вот, собственно, вот так выглядит дом. Хотела его вам очень показать, так как мне кажется, что дом очень стильный, красивый. Посмотрим, возможно, это будет наш дом. Это кухня на первом этаже. Тоже все красиво, стильно, аккуратно. Просторная, игровая, как вы видите. Также внизу располагаются три комнаты, вверху две комнаты. Очень красиво выглядит задний двор. Сейчас я вам покажу вариант уже с мебелью. Как вы видите, очень просторно, красиво, стильно. Приятно будет вечером посидеть, понаблюдать, как детки играют. Единственный такой момент, там такой спуск непонятный. Нужно будет Чеду на этот момент посмотреть более внимательно. Итак, теперь, что же у нас по цене? Какой у нас будет ежемесячный платеж за этот дом? Давайте посмотрим. Итак, видите, да, цену 3250 и вновь без property tax. То есть опять добавим 1000, возможно, даже 1200 к этому дому. И вот сразу следующий вариант. Дом идет 620 тысяч долларов. Мне кажется, это такой вот оптимальный вариант цена-качество. Давайте теперь посмотрим дом внутри, как он выглядит. Все же, вы видите, дома очень однотипные, очень похожие. Интересный момент, что в Небраска, мы уже обратились мужем внимание, гостиные немного меньше, чем мы привыкли. Кто смотрит меня, наверное, вы помните, что ранее мы должны были переезжать также в штат Небраска. Муж тогда еще работал на своей старой работе. Видно, нам судьба была переехать в штат Небраска. Но тогда мы рассматривали город Линкольн. И мы уже там начали оформлять сделку на покупку дома. И там также мы смотрели, что гостиные были маленькие. И, собственно, даже планировка дома была также очень похожа, как и в этой части Небраска. Собственно, этот дом также является одним из домов, которые будет смотреть чед. Таких дома аналогичных два в одном нейборхуде. Но в одном из домов нам больше нравится задний двор. Но будут он смотреть, конечно, будет смотреть оба дома. Вот такая вот планировка. Цена, напомню, да, 620 тысяч. Это идет дом на 6 комнат и на 3 машины. Также на первом этаже вот есть небольшая кухня, как говорят, гостевая, да, кухня. Для нас, кстати, очень важным моментом было при выборе домов. Мы смотрели, чтобы на нижнем этаже не было газовой плиты. Вообще, чтобы не было кухонной плиты. Так как все-таки планируется, что на первом этаже это будет такая более детская зона. И чтобы у детей не было возможности играть с небезопасными предметами, да. Как мы знаем, все-таки нужно за детками следить. И вот, наверное, давайте это будет уже последний дом, который я вам покажу. Он идет так же, как вы видите, гараж на 4 машины. Дом идет 709 тысяч долларов. Как вы видите, опять-таки, да, дизайн примерно одинаков. Мы уже видели дома такого плана. Я вам показывала, да, вот раньше они, вы видите, они абсолютно одинаковые. От одного застройщика такое впечатление. Хотя застройщика 3. Мы рассматриваем дома трех застройщиков разных. Но, как вы видите, одна и та же планировка. Один и тот же стиль домов. Даже цветовая гамма. Собственно, все выполнено в одном и том же тоне. Ну, я думаю, наверное, что на этом показ домов, которые будем смотреть мы для нашей семьи, можно закончить. Но хочу вам еще показать один из домов, который просто приведет вас в неописуемый восторг. Дом за 2 миллиона долларов в Небраске. Какой можно купить дворец. Как мы уже ранее с вами видели, да, я вам показывала дом в Калифорнии за 9 миллионов. Он идет ни в какое сравнение с этим домом за 2 миллиона в Небраске. Если интересно, оставайтесь. Сейчас обязательно вам покажу, как живут миллионеры в Небраске. Немного я ошиблась с ценой. Дом 2 миллиона 650 тысяч. 6 комнат, 11 ванных комнат, 14 тысяч скверфит. Вы только посмотрите на этот дом. Этот дом рассчитан на 24 машины. Дом 2008 года постройки. Сколько же такая красота у нас стоит? Ежемесячный платеж 16 тысяч 700. Уже идет с учетом property tax. Вы видите property tax ежемесячный 5 тысяч долларов. Отлично. Конечно, люди, которые могут себе позволить дома такого плана, они явно не будут обращать внимание на тот текст, который им надо платить. Итак, школы. Школы здесь были семерочки из десяти. Но опять-таки, да, я думаю, что дети таких людей, которые могут себе позволить такие дома, они, скорее всего, ходят не в обычные школы. Поэтому для них показатель семерка, наверное, ни о чем не говорит. И смотрите, рядом дома вполне небольшие. Ну, во всяком случае, как кажется мне на этих фотографиях. Мне кажется, дома такого плана нет даже смысла комментировать. Просто интересно посмотреть, увидеть, как живут другие, как живут люди в Америке, какие дома они себе позволяют. Конечно, интересный образ жизни этих людей, чем они занимаются, на чем они смогли сделать такой подъем и позволяют себе такой невероятный уровень жизни. Лично мне очень нравится смотреть стиль таких домов. Мне нравится очень обращать внимание на задний двор. Очень красивые у них декорации. Я уверена, что я могу что-то взять для себя на заметку. Забегая немного вперед, скажу, что, конечно, в этом доме невероятно красивый бассейн, шикарный тренажерный зал и винный погреб имеется. Очень большой просторный дом, настоящий городок внутри этого дома. Ребят, конечно, мы с вами видим, что дом очень дорогой, очень достойный, шикарный дом. Такой дом могут себе позволить, правда, единицы. Наверное, даже в Америке этот дом не для простых жителей Америки, не для простых американцев. От себя хотела бы заметить, что мне бы в доме такого плана было бы неуютно. Наверное, я не готова к такому богатому, шикарному, роскошному. Это, правда, роскошный дом. Вы знаете, ребят, я являюсь сторонником той теории, что мы сами привлекаем в свою жизнь очень многие моменты. Мы привлекаем то, к чему мы стремимся, чего мы хотели бы добиться. И это приходит рано или поздно в нашу жизнь. Собственно, как говорят, визуализация. Но, вы знаете, я скажу честно, не знаю, поймете вы меня или нет, вот именно к жизни такого уровня я не стремлюсь, я не чувствую, что это то, что бы я действительно хотела. Я скажу честно, мне, правда, нравится тот уровень жизни, который мы можем позволить себе сейчас, в данный момент. Хотя, безусловно, заглянуть в такую жизнь, посмотреть такие дома, мне тоже очень нравится. И я искренне рада за тех людей, кто может себе позволить такой уровень жизни и находится в полной гармонии. Ну что ж, ребят, я думаю, что теперь нам можно с вами попрощаться. В одном из моих следующих видео я покажу, какой же дом все же мы выбрали с Чедом. Расскажу, почему, покажу все уже более детально, подробно. Если вам интересно, присоединяйтесь. Если вы еще не подписаны на мой канал, но он вам нравится, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, я вам буду очень признательна. Ну и, конечно же, это поможет моему каналу. Ну что ж, ребят, увидимся с вами совсем-совсем скоро. Пока-пока и спасибо вам за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok